Привет, народ! Сегодня у нас 17 августа. Вчера только к вечеру дождь кончился, сегодня уже все сохнет. Время, обед. Сегодня будем варить картошку. Картошка, которая выкопана сверху, собрана сверху, вернее соседи, отдает. Будем варить курям, попробуем вареную дать барашкам. Раньше, когда была у меня корова, бычки, я осенью набирал очень много картофеля и кормил их. Не знаю, как лучше сырой или вареный барашкам, но сейчас сырой мы дадим, я покажу, как они едят. И вареный потом дадим, когда сварим это все. Посмотрим, как они едят. И сразу курям сварим. Сразу сварим курям с мясом потом. Сперва сварим картошку, выберем, дадим барашкам, посмотрим, как они едят. А потом уже докинем туда мясные отходы и будем варить курям эту картошку. Пойдемте посмотрим, как. Сейчас покажу, как барашки едят ее. Так вот, картошка молодая, сырая. Аньки, пошли. И ты чего не ешь? Не хочет. Короче, картошку едят. Это сырая, порезанная просто. Сейчас мы ее сварим и дадим. Что этот они ест? Сейчас травы. Что, капусты, травы все наелась и не хочет, что ли? Едят, она тоже ест. Ну посмотрим, может вареную будет есть лучше. Посолим воду с картошкой и вадим. Сейчас ввиду переговоры. Выбираю бычка, смотрю бычка. Что взять? 3-4 помесячного на корм. Ну, если получится, взять будем. Бычка тоже кормить, да? Что? Ты хочешь что-нибудь другое? Ну, пока ешь картошку. Ладно, пойдемте варить. Вот видите, погода. Не успел оступить печку, а уже пошел дождь. Опять пошел дождь. Только что солнце светило буквально полчаса назад. И у нас опять хорошо. Опять дождик. Ладно, пофигу. Тотом печку. Разжигаем, побарим картошку. Хоть город пускай идет. Вон еще капуста здесь лежит. Так солим. Солим, солим немного обязательно. Ладно, все. Он упал. Посолить надо. Лучше будет кушать. Опять солнце. Опять тепло. Дожди кончился. Так, картофан наш. Уже сварился. Сейчас мы будем. Сейчас давайте. Какая красивая картошка. Ну-ка, большую посмотрим. Не вижу, что снимаю. Все. Разваристая. Все. Сейчас картошку выловим. Барашкам дадим. Скоро ее у меня будет очень-очень много. Живем в садоводстве. Дал объявление в группе. Заберу картошку. Мелкую, ненужную. Так что в садоводстве нас двое всего. Кто держит скотину. Там Володя и животных. И я. Володя свои гектары земли. Картошки ему это не надо. А я вот... Сейчас я говорю, у меня когда корова была и картошка была везде. Я не успевал ее скармливать. Думаю, в этом году тоже самое. Поэтому сейчас будем кормить наших барашков. Не знаю, поправятся они или нет. Но много давать не будем. Вчера дал морковки. Видимо, он-то хвостатая переел. Что-то у него аппетит не такой уж и хороший. Сейчас, наверное, замешаем в этом. Немного отруби добавим, чтобы она не липкая была. Вот видите липкий крахмал. Отруби добавим, перемешаем и дадим барашкам. Остынет когда. А вот мясо. Вот такой здесь куриный фарш. Здесь свиные отходы. Вот куриный фарш. Не фарш, а куриная обрезь. Сейчас мы картошку... Воду от картошки сольем. Картошку сколько нам надо, выберу. Остальную воду сольем. Добавим новую воды и поставим вариться уже для курей с мясом. Картошка разварилась очень-очень хорошо. Сейчас отруби добавим. Много не давать не надо. Вот осталось немного убрать, чтобы не знать, как они будут кушать. Потому что можно так навредить, с непривычки дать, не знаю, забить желудоком или еще что-то. С новыми кормами надо быть очень аккуратным и потихоньку вводить их в рацион, чтобы не было забития проблем с желудком, с книжкой животных. Жвачка пропадет, вздует и может быть очень серьезные плохие последствия. Так, ну все. Вот закинул шмат разных шкур. Там и говядина, мясо, и ноги, курица. Внизу картошка. Все замороженное. Вариться будет долго. Поэтому надо сварить шкуры до такой степени, чтобы они просто мялись. Потому что куры такую жесткую шкуру никогда не съедят. Надо варить до тех пор, пока это не превратится в тушенку. Так что будем варить до вечера. Все. Сейчас воды добавляю. Воды добавляю и... Вот все. Закрываем крышку. Пойдем сейчас отруби размешаем, но я пока занимаюсь домами. Воды много. Надо оставить место, чтобы сюда еще будем кидать зерно, дробленку. Вот руби. Ну все, ладно. Если что, уберем потом лишнее. Ну так мы ждем, когда приготовится мясо. Джесси, ты что на цепи что ли? Джесси, ты что на цепи? Да, на цепи. А, за попугаями сейчас приезжают. Я думаю, что ты не уходишь отсюда, лежишь? Что не скажешь тут на цепи? Ой, ой, устало. Что, лежишь, ждешь, когда все сварится? За попугаями приезжали, я их завязываю. Давай, давай, отвяжу я тебя. Ну давай, вот. Все, иди. Иди в тенек. Ой, подтянулись. Ой, устало лежать. Все, свобода. Сейчас, жди, скоро приготовится. Собакам обязательно сейчас дадим мясо. Варится, уже разваривается. Скоро закипит, пока у нас сам варится с вами. Здесь еще два ведра картошки подоспело. Сейчас мы их промоем. И тоже закинем туда, сразу сварим. Так что, прям по ходу дела. Вот, принесли. Сейчас закинем варится. Вот. Он варится. Ладно. Пускай не доваривается, мы пойдем кормить барашков. Попробуем дадим. Вот так это выглядит. Со трубями замешал. Еще бы я сюда добавил бы черную львинку. Если бы откармливал на мясо баранов, например, или быка. И, я думаю, на таком они очень хорошо наберут вес. Наши дамы. Наши дамы отдыхают. Что? Пойдем кушать. Давай, встаем. Да, да, вкусно пахнет. Пошли, давай. Пойда. Давай, идем. Ну-ка, что вы там? О-о-о. Это, конечно, я думаю, очень калорийно для них. Сейчас тем более я их буду запускать к барану в октябре, в ноябре. Поэтому жирные они нам не нужны. А они и так неплохо выглядят. Кто смотрел, вырезал барану, он был очень жирный. Поэтому не едят, видите. Если на откорме вот так кормить, то это будет вообще, считай, даром. Что, картошка вот так отдается. Отруби они, самые дешевые отруби. Даже, даже ту дробленку, если добавлять, она недорогая. В черную львеньку. И там, блин, масса будет растила ее. Ладно, пойдем дадим барану. Так, ну где там наш барон? Да подожди ты. Он уже капец ручной стал. Что? Барон наш. Вроде бы, блин, дробленку или что-нибудь такое, зерно не дают. Все равно жирная. Ах, блядь. Зараза такой. Темно. Что? Да нет никого, никто у тебя не заберет. Нет, что-то не понравилось. Что-то не понравилось тебе, да? Или ты просто выпендриваешься. Конечно, он очень избирательно кушает траву. Один, что никто никого не заберет. Наелся? Так что едят нормально, можно кормить. Тем более, если когда будет там штук десять. Откармливать баранов на картошке можно. Ладно, пойду кормить птицу. Сейчас это... Эти утром как начинают кукарекать. Это здесь кук их там двенадцать что ли. И все в одно время начинают орать. Сейчас вам дам это остаток. Эти картошки не овечкам не будем давать. Много, много нафиг. Вот, петухов будем откармливать. Они на нем хорошо вес наберут. Ладно. Что там, самолет летит? Испугались? Истребитель. Петушня вверх хорошо наберет на такой еде. Даже не прошло пяти минут. Все. Пока мы бараны кормили. Девки уже все съели. И даже мыть не надо. Все, все, все. Много не надо. Вы и так в теле. Сейчас я вам травы дам. Сегодня поеду. Травы косите. Палец мой не надо кушать. С большим удовольствием они едят. Да? Ну ладно. Палец пахнет. Ты тоже будешь палец? Тоже ест палец. Пахнет чем-то. Ладно. Пойдем сейчас им траву давать. Так. Ну что, народ. Вот пшеница, овес, ячмень. Сейчас. Ну, здесь двадцатилитровое ведро. Ну, литров восемнадцать. Здесь дробленка и отруби. Так как у нас ведро сейчас очень полное. Смотрите. Все разварилось. Мясо разварилось. Шкуры эти разварились. Все. Сейчас мы убираем вот это двадцать литров отсюда. Вот этого всего без зерна. Замешиваем. Завтра утром мы это все скормим курям. И остальное закидываю сейчас зерно сюда. Оно на медленном огне разбухнет. И все. И опять превратится полная бадья у нас еды. И этого, наверное, на дня два. Сейчас уже у нас нету таких сумасшедшей жары. Ну, днем пятнадцать-восемнадцать. Если его сделать более-менее сухим, то оно очень долго стоит. Не портится. Если будет жидким, то испортится быстро. Так что надо делать его более-менее сухим. Все. Ладно. Сейчас я замешаю вот сюда. То скину и покажу, что получится. Так. Ну вот она каша для кур. Вот так это все выглядит. Картошка, мясо, отруби и дробленка. Очень аппетитно. Очень вкусно. Это для собак. Немного картошки попало. Ладно, уберем потом. Вот мясо. Остынет. Ну, Джесси уже кушает вон одну ногу. Лежит, охраняет. И у Нюши хочет забрать. Вот. Здесь Нюша вот пантера ходит. Все. Объезд, Джесси, да? Кость горячая, не может взять. Охраняет. Так. Ладно. Разберутся. Это у нас мы закинули туда с вами зерна. Все. Сейчас оно покипит еще полчаса на медленном огне, чтобы зерно разбухло. Там еле догорает. Все, зерно разбухнет. Добавлю туда также дробленки, отрубей. И все. И каша будет готова. На утро вот это петухам и курям. Еда сейчас остынет, будет вкусная. Главное, очень все дешево. Очень питательно, калорийно. Очень полезно. Все натуральное, настоящее. И потом яйца будут очень вкусные. Натуральные. Ну и мясо. Натуральные. Натуральные. Какой химии. Плюс трава. Плюс... Плюс... Как ее? Черная львинка. Сейчас пойду собирать посылку. И все. Куры несутся офигенно. Так что вот как-то так. Все. Ладно. Делаешь и много. Спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся. Погода, кстати, гремела. Все, тихо. Гремела. Думал ливень пойдет. Нет, что-то прошло. Опять вон. Новое солнышко. Ну все. Спасибо большое. Скоро увидимся. На этом месте. Хорошо. Ну все.